Добрый день, дорогие друзья! Канал Поделки Самоделки и я, Татьяна, предлагаем три новых идеи для простейшего декора для вашего дома. У меня остался укроп от засолок, можно взять обыкновенные веточки с дерева, можно взять петрушку, а может что-то подскажет еще и ваша фантазия. Вот я взяла баночку от горчицы и с помощью малярной ленты наношу полосочки на нее. Я нанесла полоску одну вверху, одну нанесла примерно на таком же расстоянии внизу, а затем на небольшом расстоянии от первой и второй полосочки я нанесла еще по одной. Очень хорошо, что в данном случае нам не понадобится клей, потому что лента сама отлично приклеивается. Ну а теперь возьмем белую акриловую красочку, возьмем спунжик, можно спунжик такой, как у меня, можно просто отрезать от мочалочки кусочек, от чистой мочалочки, естественно, и закрасим одну и вторую сторону баночки. Для средней части я взяла клей с голубыми плестками, но можно взять любую другую краску, любого цвета, который вам понравится. И после того, когда все высохнет, можно снять все ленточки, которые я наклеивала. Вот одна, вторая, посмотрите, как чистенько, аккуратненько получается красивый такой рисуночек. Можно таких ленточек наносить сколько угодно. Если краска осталась, вот обыкновенной зубочисточкой можно легко почистить. Вот такое украшение на баночке у меня получилось. И теперь мы наполним ее интересным содержимым. Теперь я беру укроп. Также беру тарелочку и обыкновенную соду. Насыпаю соду в тарелочку. Теперь укроп я сбрызгиваю лаком для волос, не жалея. Можно просто окунуть в соду. Можно соду заменить на соль. И хорошо-хорошо покрываю содой укропчик. И снизу, и сверху, и сбоку, со всех-со всех сторон. Вот такая красотень у меня получилась. Посмотрите, как замечательно. Прямо снежок у вас дома, в квартире или в вашем доме. Очень нарядная поделка и классная поделка в школу, если что. Для следующей поделочки я взяла ушные палочки и шарик. Шарик я надула небольшой. И вставила его в колечко от ленты. И положила рядом ушные палочки. Немного наносим клей ПВА. Прямо на шарик. И теперь сюда мы будем наклеивать палочки. Чтобы палочки клеились друг с другом, я немножко наношу на них клей. Просто пальчиками. И теперь у меня задача обклеить весь этот шарик ушными палочками. Можно использовать клей ПВА, как я сейчас показываю. И вам придется пачкать немного руки. Ну, клей ПВА очень хорошо отмывается. Вы это отлично знаете. Водичкой обыкновенной. А также можно использовать и горячий клей. Только будьте осторожны. Наносите его только на ушные палочки. И не касайтесь пистолетом сам шарик. Конечно, горячим клеем это делается намного прочнее и быстрее. Когда все подсохло, мы шарик убираем изнутри. Берем любую ленточку или ниточку. И подвязываем шарик там, где вы хотите. Можно и на елочку его привязать. Чтобы он светился, концы ушных палочек. Я намазала неоновой красочкой. Вот такая красотень у меня получилась. Очень нарядно. Особенно красиво, когда вы выключаете свет. Очень здорово. Посмотрите, как красиво смотрится. И еще одна поделочка. Очень интересная. Совершенно новая. Вы когда-нибудь видели новогоднюю погремушку? Ну, вот сейчас мы ее с вами и сделаем. Берем обыкновенный прозрачный новогодний шарик. Но у меня совсем чистого не получилось. Нашла с рисунком. Привязала к нему ленточки такие. Закрутила кончики, чтобы красиво было. Ну, и теперь я беру неоновые палочки. Купила их в магазине. В долларовом магазине. Очень дешево. Буквально 1,25$ стоят они. Их там целых 4 штучки. И вот теперь я достаю. И для того, чтобы они стали работать, их нужно просто немножко пошевелить. Сейчас я выключу свет. И вы увидите, как это происходит прямо на ваших глазах. Вот сейчас тушим свет. Посмотрите, как здорово сразу проявляется цвет. И очень красиво светятся эти палочки. Они светятся практически целые сутки. Вот продеваем. Можно заклеить. Можно больше сюда. Пронять палочек. А можно сделать даже как медузу этот шарик. Тоже будет красиво. А вот я взяла очень длинные, самые длинные неоновые палочки. Всего 2 штучки. Сначала я их, как говорится, включила. Перемотала друг с другом. Переплела. И вот теперь хочу их вставить в шар. Спокойно они вставляются. Немного я закрепляю здесь горячим клеем, чтобы они хорошо держались. И у меня получается отличная новогодняя погремушка. Она, конечно, не гремит, но смотрится очень оригинально и очень красиво. Она очень хорошо смотрится на елке. Просто в руках у ребенка. Можно с ней на улице пойти погулять. И, конечно же, она поднимет шикарное новогоднее настроение своей необычностью. Я вас всех поздравляю с наступающим Новым Годом. Оставьте ваш дружелюбный комментарий. А теперь всего самого доброго и хорошего вам в Новом Году. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok